За годы пребывания на посту президента Нурсултан Азарбаев нашел оптимальный баланс между национальными интересами молодого растущего независимого государства и глобальными тенденциями развития. Об этом неоднократно говорили известные политики и лидеры государств. Его знают и уважают. Давайте вспомним самые значимые события, которые прошли в Казахстане за годы независимости нашего государства. Саммит ОБСЕ в 2010-м, международная выставка Экспо-2017, съезды лидеров мировых и традиционных религий, астанинский процесс по урегулированию сирийского конфликта – это лишь малая часть крупных международных событий, которые прошли в столице Казахстана. Провести их у нас удалось во многом благодаря общепризнанному мировым сообществом авторитету первого президента Нурсултана Назарбаева. Сегодня страна активно продолжает процесс интеграции в мировую экономическую и политическую систему. Как отметил во время своего выступления на саммите ОБСЕ в 2010-м году лидер нации, астана стала в один ряд с такими известными городами Европы, как Хельсинки, Париж, Будапешт, Лиссабон и Стамбул. Они, как и столица Казахстана, в разные годы были хозяевами проведения этого крупного политического мероприятия. Мы переходим к новому уровню безопасности сотрудничества в более широких координатах от океана до океана. Речь идет о формировании единого пространства безопасности в границах четырех океанов – от Атлантического до Тихого, от Северно-Ледовитого до Индийского. Астанинский саммит восстанавливает прерванную на 11 лет после Стамбула традицию проведения встреч на высшем уровне. Мир знает пять или шесть влиятельных политиков. Среди них Нурсултан Назарбаев, подчеркивала бывшая премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Казахстанский лидер нации способствовал и установлению диалога между цивилизациями – Востоком и Западом, между исламом и христианством. Именно он стал инициатором проведения съезда лидеров мировых и традиционных религий в самом сердце Евразии – Астане. Тем самым на личном примере продемонстрировал всему мировому сообществу общенациональное единство и толерантность. Нурсултан Назарбаев стал архитектором казахстанской модели межконфессионального согласия. Я давно думал о сооружении дворца, где могли бы собраться и обсуждать проблемы мировые цивилизации и межэтнические согласия. Мы сами казахстанцы, как относимся к этому, я уже сказал. И остановились мы на идее сооружения здания в виде пирамиды, где мы сейчас находимся, стороны которого обращены на все четыре стороны света. Чтобы каждый и все входили сюда со своими мыслями и мнениями, а выходили после обмена мнениями единым мыслям, священной мысли мира, благополучия на нашей планете. Сегодня международное сообщество ценит Нурсултана Назарбаева как самостоятельного и равноправного партнера, имеющего собственное видение ситуации. Первый президент страны нередко высказывал свою точку зрения в решении той или иной проблемы. Он стал лидером, ориентированным на преодоление угроз и вызовов 21 века. Сотни тысяч миллионов людей вынуждены оставлять родные места. Бесчисленное множество других пропадает без вести. Количество беженцев на планете превысило 65 миллионов человек. Потери растут не только из-за прямых конфликтов. Расходуя силы и средства на столкновения, человечество не находит их для защиты предотканных катастроф, а значит людей. Каждый год в результате стихийных бедствий за чертой бедности оказывается 24 миллиона человек в среднем. Миллионы людей вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на бурное технологическое развитие, рост общемирового богатства, масштаб социальных бедствий продолжает расширяться. Нурсултан Назарбаев – современный политик, лидер нового типа, прогрессивного склада ума, нацеленного на воплощение идеи модернизации Казахстана. Построив сильное государство и предложив долгосрочный план по выведению страны на лидирующие позиции, Ельбасы смог реализовать вековые чаяния казахского народа о независимой, стабильной и уважаемой республике. Гульнара Ерманова, Хабар, 24.